Ольга Хохлова посетила с рабочей поездкой Муром. В первую очередь спикер Заксобрания оценила новое здание детской поликлиники. Причем не только как депутат, но и как муромлянка, вырастившая здесь двоих детей. Я сейчас зашла в поликлинику, вспоминаю, так как я муромлянка, и жила здесь с своими малыми детишками, и водила и в другую поликлинику. Ту старенькую, в которую, может быть, и меня мама водила в свое время. Но здесь вообще земля и небо. Конечно, совершенно разный уровень, начиная от регистратуры. Это как в театре. Театр начинается с вешалки, и тут входная часть уже не пугает детишек, родителей. Хочется действительно получить ту поддержку, ту помощь от врачей. И надеяться, что все будет так солнечно, как этот вход. Новая больница будет принимать около 25 тысяч пациентов из мурома и района. Мощность 350 посещений в смену. Также выделили 25 мест для стационара. Специалисты работают в 32 кабинетах, оснащенных современным оборудованием. Здесь много разных кабинетов разного уровня. Аппаратура новая и современная. Важно, что этот комплекс в Муроме стал единым. Здесь и взрослые, здесь и детки. Я думаю, это удобно. Это место, которое занимается здоровьем жителей от рождения до старшего поколения. Продолжая свою рабочую поездку, спикерзах собрания Ольга Хохлова посетила муромский филиал ВЛГУ, где она ранее проработала несколько лет. Ей показали, насколько вуз изменился за прошедшие годы. Я увидела большие изменения. Хотелось бы еще более насытить современным какие-то лаборатории, более современные, чтобы появились здесь. Но я думаю, что это обязательно будет. Сегодня задачи стоят государственные, развивать технические специальности. Поэтому будущее есть у нашего вуза. Спикер ЗС также обсудила со студентами их предложение об улучшении вуза. Например, грантовое обучение. Выиграть грант и учиться по той иной специальности. У нас есть целевое направление, у нас есть конкурсные поступления. И если будет добавлен еще грант, но зависит от кого, кто должен быть грантодателем. Грантополучатель у нас, понятно, обучающий. А грантодатель, не обязательно, чтобы это был бюджет региональный или местный. Это может быть производитель. Пример такого производства – деревообрабатывающий завод «Муром», в котором также побывала спикер ЗС. Генеральный директор завода рассказала, что технологии, с которыми работает организация, уникальные. Производство почти безотходное. При этом завод может делать высококачественную продукцию даже из низкокачественного сырья. В конце дня председатель ЗАГС Собрания провела несколько личных встреч с епископом Муромским и Везняковским Нилом. Закончилась рабочая поездка встречи с Ефросиньей Сумник, последним живым ветераном в России, которая во время Великой Отечественной войны защищала блокадный Ленинград. К слову, Ефросиньей Сумник в июне исполнится 102 года. Но, несмотря на почтенный возраст, она посетила Санкт-Петербург на 80-летие снятия блокады. Именно об этой поездке она и рассказала Ольге Хохловой. Надежда Архипова, 6 канал.